Добрый день, уважаемые зрители. Канал Кава Лайф начинает пещение в прямом эфире. Сегодня в Петербурге Акопробег. Здесь участники Акопсака собираются. Около парка Павелия. Павелия. Участников было достаточно много. Этот первый автопробег в Петербурге, который согласовал. Согласил он сам автопробег сама, согласил он маршрут. Несмотря на это, почему-то очень много милиция. Милиция вот здесь. Очень много машин милиции. Там вот за домиком, за этим еще зачем-то ОМОН. Немножко грузовиков с ОМОНов. Сейчас походим, поспрашиваем организаторов, что завтра побег, для чего. Александр Распаргуев, может, расскажет. Александр, расскажете? Да, конечно. Добрый день. Это Влад Прямой Афир. Что за автопробег, чему посвящен, что хотите добиться? То есть автопробег, в общем-то, мы сегодня проводим за снижение, в общем, топливных цен. Вот. И за отмену транспортного налога. Цена на нефть не меняется. Вот. А бензин за 8 лет, он подрос ровно в 3 раза. Но это уже куда, это самое чем-то уйти. Если будет с такими, в общем-то, темпами расти, то, в общем, завтра мы будем иметь бензин по 70 рублей. Вот. Ну, а наша страна же, она нефтедобывающая. Вот. Если в том же Азербайджане, в той же Америке стоимость бензина, она намного меньше, чем у нас. А мы имеем, в общем-то, цены, в общем-то, на бензин при своей нефти. Ну, это просто беспредел. Я считаю, что этой акцией, в общем-то, мы сегодня постараемся привлечь, в общем-то, внимание наше правительство к этой проблеме. Потому что ФАС, мол, она этой проблемой фактически не занималась. Не занималась. Вот. Здесь был, в общем-то, Владимир Путин, у нас в Питере. Вот. И после его выступления он заставил нефтяников, в общем-то, снизить цену на 1 рубль. Вот. Но цена упала там на несколько копеек и все. Вот. Но это ручное управление, оно, в принципе, не идет. Вот. Надо, чтобы в цене бензина было не 70% налогов, не 70%, вот. А как в нормальных, очень, странах, 30-40%. Значит, и тогда у нас бензин будет стоить 15 рублей. А сейчас в Петербурге сколько стоит бензин? 25-26 рублей. Акция полностью согласована, да? Акция полностью согласована, да. Значит, мы планировали, в общем, сделать автопробег сегодня по Московскому проспекту, по Лиговскому, по Невскому. И, в общем, закончить его около Мариинского дворца, вот. Но вообще нам его не согласовали, вот, значит, и у нас будет сегодня короткий маршрут. Угу. Скажите, акция согласована, все нормально, а не удивляет, что только милиция вокруг? Ну, у нас, как обычно, бывает, нет? Ну, у нас, как обычно, это не удивляет. Не ожидаете эксцессов никаких? Нет, пока мы эксцессов не ожидаем, я думаю, в общем-то, акция будет идти все нормально. Хорошо, спасибо, удачи. Уважаемые зрители, автопробег еще не начался, а он будет продолжаться долго, так что, если вы хотите поучаствовать, присоединяйтесь. Спасибо. Ну, собираются участники. Сейчас пройдем, посмотрим, что люди пишут. Какие наклеечки, какие показы, какие-то флаги появились. Здесь телевидение. Здесь телефон. Здесь клеят. Это фар, представитель фара. Сейчас здесь порядка, наверное, 3-ти машин пока справа. Сейчас посещаем, что, как говорится, артный желтый. Снизить цену на 3%? Ну, у нас есть, мы подготовили целый ряд требований программу. Как мы видим, можно снизить эту стоимость. За счет чего? То есть, в первую очередь, это снижение акцизов. И, например, одно из предложений у нас о том, чтобы отменить акцизы на топливо, для топлива, который не соответствует евро-2 и евро-3. И, тем самым, мы сможем простимулировать производителей, улучшать качество. И, если они уже хотят, то в таком случае на внутреннем рынке смогут прийти иностранные представители и продавать нам хорошее качественное топливо по нормальной адекватной цене. А вот снижение какое-то хорошее качество. Какой-то губ. А с чапку, чтобы своровали, да? Привет. Ага, мы тебя посмотрели, потом похоже. Хорошо, прошу. Надеюсь, делится, вывеска участника. Здесь, что-то ловится везде. Здесь, что-то ловится. Вот так люди собираются. Да, потому что очень много машинки есть. Сейчас посмотрим поближе. Разные там машины не видно. Сейчас пока небольшая техническая пауза. Продолжение следует.